Очень интересный велосипедик, судя по наклеечкам, сами понимаете сколько ему лет, все работает идеально, он обслуживался в хорошей мастерской, но у клиента интересная претензия. Ручка ходит слишком туго, говорят меняли тросики, меняли рубашки, все работает, ну вот немножко туго ходит ручка, сейчас буду разбирать и искать причину. Причина как обычно в огромном количестве грязи, которая попадает на рубашку, и вот здесь эта излома, вся грязь вот здесь собирается, видно как это ломается. Сейчас поставим новый тросик, рубашку, более дорогую, и ручку надо будет почистить, вот видите сколько всего, грязище какой. Смотрите сколько здесь бяки, да, изнутри и снаружи, и вот это все туда в рубашку забивается, и плюс рубашка изломлена, поэтому конечно работает она плохо, то есть внутри какой-то песок чиркает. Сейчас надо все разбирать и отмывать. Все отмыли, почистили, насколько это возможно, да, по сравнению с тем количеством ВДшки, которое было здесь, и масло. Теперь все офигенно чисто работает, хотя конечно вот есть некоторые места, которые все равно не вычищаются, но это просто внешняя грязь. Щелкает и работает все отлично. Отмыл я ручку, настроил тормоза, ну вроде, вроде легко ходит. То есть ручка пружинит, рубашка пружинит, там тросик пружинит, все работает идеально. Тормоза настроил, колодки поправил, потому что криво стояли. Все, рубашку, тросик поменял. Дальше, соответственно, ну поскольку старый тросик скоростной я выкинул, он был весь распушеный, окислившийся, меняю на хорошие рубашки дорогие. И дохожу я до заднего переключателя. Смотрите, здесь какая история. Кривой петух, и цепь по нему чиркает. Еще работа прибавилась. Сейчас буду петух гнуть. Вроде у меня такой запасной есть, на всякий случай. Сейчас я его выправлю. Здесь тоже грязюка, сейчас все почищу сначала. Резьба в петухе, вроде нормальная, целая. Проверю сейчас затяжку винтов. Даже, наверное, я сейчас сниму сначала колесо, почищу посадочное место, прикручу на смазочку вот эти винты. И потом, благодаря нашему спонсору, у нас есть такая шикарная правка, буду его отгибать. В принципе, запасной у меня есть, я надеюсь, что это выгнется хорошо. Открутил я колесо. Количество грязи видно. Значит, втулочки совсем хана. Реально, у меня сил вообще не хватает. То есть, оп, оп, оп. Вообще не крутится. Ай, блин, это сейчас два часа. Перебирать только этот втул, всю чистить, вычищать барабан. Блин, так не хочется. Но придется. Все разобрал. Отмыл, почистил. Значит, проблема здесь в чем? Это не петух, походу, кривой. А, видимо, когда его сильно прижал, на траву положили, в машине перевозили. Согнули и сорвало резьбу. Вот я ее тяну. Да, бесполезно. Винтик прокручивается. Не притягивает. Не притягивает вообще. Сейчас новую поставлю, петух. Блин, одни проблемы. Колесо перебрано, почищено. Все крутится отлично. Но возникла проблема. Здесь почему-то две проставочные шайбы. И вот этот резиновый пыльник при надевании через эти две проставочные шайбы настолько плотно прилегает к внешней части втулки, что колесо просто не крутится. Очень сильно тормозит. Сейчас вот буду искать, подбирать что-нибудь подходящее. Шел третий день ремонта. Значит, колесико мы перебрали. Оська там кривая. Памуса немножко избитые, чашечки избитые. Точнее, они там конкретно избитые, ржавые. Но все смазали, настроили, все будет работать. Еще годик походит. Значит, петух. Отличный, шикарный китайский петух. Видите, сколько дырок. Вот это две дверки родные, которые были на петухе. А вот эти вот две дырки, которые были на раме. Я просверлил, нарезал резьбу и настроил все. Сейчас буду ставить коресо и надеюсь, я сегодня закончу с велосипедом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok